Сегодня донорскую красную жидкость используют для переливания во время операции в сложных родах. Она спасает тысячи людей с онкологией, ликемией, анемией и болезнями печени. На грани жизни и смерти при ожогах, ранении, после аварии человеку может помочь донор. Медикам не привыкать ежедневно спасать людей, но перед Новым годом у них еще более ответственная миссия – поделиться кровью и сделать кому-то бесценный подарок к празднику. В этом году мы заготовили больше 14 тонн крови и ее компонентов. И, скажем, где-то больше половины мы отдали в лечебную сеть города и области. Отдавать частичку себя для выздоровления соотечественников у медиков первой городской поликлиники имени Кирова стало уже ежегодным ритуалом. О важности донации они знают не понаслышке. У кого-то пациенты, у кого-то коллеги, у кого-то родственники оказались в ситуации, когда переливание крови спасает жизнь. А кто-то знает на собственном опыте. Несколько лет назад так случилось, что была отслойка плаценты, и я потеряла очень много крови. Мне было очень плохо, и мне перелили тогда кровь. Вы знаете, я тогда, наверное, была очень благодарна тому человеку, который сдал кровь, который мне помог. После того, как перелили кровь, мне сразу стало в разы лучше. Помимо крови в пункте переливания получают еще и плазму. Она является важным компонентом лекарственных средств. Из плазмы путем очищения, концентрирования и выделения составных частей можно получить более 20 различных эффективных лекарственных препаратов. Они применяются при лечении дефицита иммунитета, инфекционных и аутоиммунных заболеваниях, сердечной недостаточности, астмы, многократных прерываниях беременности, кровоточивости и гемофилии. Если мы говорим про кроводачу, то мы приглашаем донора к нам на станцию переливания крови. Доноры должны быть здоровые люди, которые хотят поделиться своей кровью. Сначала донор задает кровь операционную, потом мы кровь обрабатываем центрифугами, разделяем на плазму, эритроциты и тромбоциты. И дальше уже эти компоненты крови поступают во все лечебные учреждения нашего города. А если мы говорим про аппаратный метод заготовки, то вот мы сейчас находимся в операционной плазмоферезе, где мы заготавливаем отдельно компонент плазма и отдельно компонент тромбоциты. Стать донором могут многие, но не все. Есть временные противопоказания, как беременность и свежие татуировки, так и пожизненные. К ним относятся серьезные заболевания. ВИЧ-инфекции, вирусные гепатиты, сифилис, туберкулез, болезни крови, онкологии и многие другие. Если же противопоказаний нет, то можно смело приходить на станцию переливания крови. Врачи советуют перед донацией плотно и вкусно позавтракать, каши на воде, фруктами, печеньем и хорошо выспаться.